Слава Богу, братья и сестры! Сейчас жарко будет. И как бы нам ни казалось, пасмурная погода и, может быть, сообразно этой погоде, когда мы ехали на служение, было пасмурно на нашей душе, но, тем не менее, верный Бог, Он дает нам возможность, братья и сестры, торжествовать в Духе Святом. Аллилуйя! И даже если бы мы сегодня этого не находили или переживали, Он точно есть. Он точно есть здесь, и Он будет совершать свою работу. Аллилуйя! Я зачитаю Слово Божье, записанное в Евангелии от Марка, 6 глава. Становится известно о том, что Иисус Христос совершает множество чудес и знамений. Многие люди находятся в недоумении. И кто-то спорит, кто-то из пророков воскрес, еще что-то. И вдруг Ирод говорит, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, которого я обезглавил. И знаете, чтобы заявить Царю нечто подобное, вы знаете историю Иоанна Крестителя и Ирода? Иоанн Креститель в свои последние дни жизни проводил, знаете, в тяжелом положении. Помните, когда Он посылает учеников к Иисусу, чтобы спросили, ты ли Христос, или ждать нам другого? От кого можно было услышать этот вопрос, но только не от Иоанна Крестителя? Иоанн, ты забыл Иордан? Ты забыл, когда ты среди многих людей узнал меня и сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира, что сейчас происходит с тобою? Почему в твое сознание входят эти мысли? И когда ученики Его уходили, Он говорит, передайте Иоанну Крестителю о том, что вы видите и слышите. Мертвые воскресают, слепые прозревают, хромые ходят. И блаженны, говорит те, кто не соблазнится о мне. И вот когда с Иоанном это все произошло, Иордан понимает, что он стал участником убийства человека, которого не было больших изрожденными женами. И в его сердце у Ирода что-то происходит, но тем не менее, лучше бы промолчал Ирод, зачем ты говоришь, что ты обезглавил? Мы-то знаем, что у тебя на сердце происходит, мы знаем, как ты относился к Иоанну. И он говорит. Шестая глава. Давайте шестнадцатого стиха. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, много делал, слушаясь его, и с удовольствием слушался его. Вот такое в сознании Ирода было. Он берег его, и он слушался его. И дальше написано. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможен своим, тысяченачальником и старейшином галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду, и возлежащим с ним царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. После проповеди брата Виктора, когда мы молились, знаете, Бог показал такое видение. Он показывает своих детей, которые идут, имея в себе раны. Это были люди, похоже, знаете, как люди после аппендицита. Они так придерживают рану руками и так, знаете, осторожно-осторожно идут. И было такое слово, знаете, братья и сестры, что есть очень многие на этом месте, которые проходят, как бы так, духовную реабилитацию после своего падения. И они так бережно-бережно ходят, они так стараются идти в Дом Божий. И Бог видит сердца этих людей и понимает, что эти люди находятся в самовольном смиренномудрии. Пытаясь объяснить, я сегодня нахожусь на духовной реабилитации после болезни своей, после своего падения. И они настолько разочарованы в своем положении, что, знаете, вот они берегутся, вроде бы проходят реабилитацию, проходит время, рано не заживают, и они вновь падают в то же самое искушение. И опять, и опять, и опять. Это происходит и происходит. Это было, знаете, такое жалкое зрелище. Дети Божьи последнего времени, которые хотели бы всем своим служением, всем своим естеством прославить Бога, но они приходят, знаете, они так скромно, они так, знаете, и в пище себя сдерживают, и еще в чем-то делают, и пытаются, знаете, пройти этот процесс для того, чтобы осветиться. Но Бог говорит, что вам нужно было бы воззвать ко мне, чтобы я услышал вас. А вы себя настолько уничижаете и не позволяете этим бременам быть вернутым себя, потому что вы в самовольном смиренномудрый. Вы так думаете, это будет хорошо, это будет правильно, если я посмиряюсь, если я так похожу. Но это рано для некоторых будет неисцельно. Сегодня люди относятся к блуду, как к нечему такому, знаете, такому, что ты там, или что-то посмотрел, или что-то сказал, и все весят одними весами, и говорят, что блуд, что там какая-то нечистота, разницы нету. И проходят таким образом одну и ту же реабилитацию. Но Бог за блуд, Он говорит, придите к служителям, признайтесь в этом блуде, потому что рана ваша не исцеляет никогда. Вы не сможете замолить эту рану самостоятельно, ничего не выйдет. Как бы вы ни пытались, вы опять будете обращаться на круги своя. И чтобы вас не постигла участь этого мира, примите это слово и придите и скажите об этом служителям. Не бойтесь наказания, потому что это будет во благо вам. Не бойтесь стыда, которым стыдит вас дьявол, потому что эта рана никогда не исцелеет. А для тех, которые, знаете, в своем находятся, которые не могут воззапить, которые не поднимают глаза к небесам, и когда звучит призыв, они говорят сами в себе, это точно не про меня, потому что я не достоин. Никто не будет достоин, братья и сестры. Кровь Иисуса Христа, как мы слышали, она способна убелить наши запятнанные одежды, и другого пути не будет. И когда мы читали про этого Ирода, знаете, с одной стороны страшный человек, и мы знаем его участь впоследствии. Но этот Ирод, он что-то, знаете, вот что-то хорошее было в нем. Он берег Иоанна, ему нравилось слушать его. Он прислушивался, он не желал смерти. И даже Иродиада, она не смогла через Иоанна переступить. Но приходит время, когда, знаете, вот мы подобляемся этому Ироду, мы храним вот в своем сердце что-то святое, оно нас обличает, оно нас наставляет, а мы храним его и думаем, нет, нет, я все равно сберегу, и хотя бы в этом проявлю свою святость. Но при этом он остается в своих грехах. Он по-прежнему не раскаивается. Да, приятно слушать, да, правильно говорит, да, праведный человек. Все хорошо, я никому не позволю прикоснуться к нему, но вдруг в самый неподходящий момент проявляется то, чего ты не ждешь. Тебе угодили, тебе понравилось, ты что-то пообещал. И знаете, что самое важное? Мы порой думаем, что у нас борьба с нашей плотью происходит. На самом деле нет. У нас происходит брань с Господом, потому что мы в этом, находясь, мы служим дьяволу. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И смиренному несложно сказать, я тот человек, которому нужен сегодня Господь, более нежели кому в этом мире, не только в церкви, не только среди тех, которые пришли на это место, в целом мире, мне нужен Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Потому что этот мир, он будет плясать, он будет блистать, и целью его не взять твое, не взять из твоего, забрать у тебя жизнь. И жизнь Яна Крестителя обрывается подобным образом. Вы представляете себе, какая-то девушка поплясала, царь пообещал, и знаете, он был настолько способен благословить ее, даже до половины царства готов было дать, а ей царства не надо было. Ей надо было то святое, что было, вот среди народа Господнего, забрать и обезглавить, уничтожить. Сегодня цель дьявола, украсть святое из твоего сердца, обезглавить тебя, обезжизнить твою веру, в твоем бесцельном хождении в церковь. Когда руки опускаются, что бы ты ни делал, ничего у тебя не получается. И желаешь освящаться, и желаешь бороться против греха, но нет. По одной причине ты не понимаешь, с кем у тебя сегодня брань, на каких весах ты весишь свои грехи. Если бы мы сами себя судили, братья и сестры, то мы не были бы судимы, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Мы не сможем себя судить, как должно, и это будет самовольное, смиренно мудрее. Вроде бы мудрость такую для себя сказал, о чем ты себя ущемляешь, но вместе с тем в твоей духовной жизни ничего не происходит. Братья и сестры, Бог живой и праведный. И даже если, может, нас мало сегодня, вот много ли людей помесило в ковчеге? Такой ковчег здоровенный построил, Ной, и только восемь душ спаслись в таком громадном корабле. А могли бы, а Бог позволил бы это все сделать. И знаете, что делает Бог? Когда Ной строит этот ковчег, там нет ни одного окна, только одно вверху. И вход, который закрылся в свое время, это сделал Господь. Аллилуйя! Боже, для чего? Ну, почему окна надо было замуровать? Почему не было этих окон? Это же удобно было не птицу посылать, а в окна смотреть, земля или потопли. Ну, правда, практичнее бы это было. И люди практичны сами в себе. Им надо все видеть, им все нужно знать, им нужно все разживать, им нужно, чтобы было все достоверно, взвешено, и только тогда я приму. Но Бог говорит, вот это окно, размером локоть на локоть, или 50 на 50 сантиметров, это позволит тебе смотреть в небо и ожидать помощи только оттуда. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мне все равно, что будет там, мне важно, что будет там. И оттуда я получу знамение, куда мне идти, как мне поступать, и когда случится то, что должно было произойти. И так сложно, братья и сестры, когда твой корабль, твой ковчег сегодня шатает, носит, и вода устрашающая, знаете, и гул, и шум, и что угодно, и ничего, и понимая, что ничего живого уже нет, у нас только вода поднялась, все было потоплено этой водой от Господа, а у тебя одна надежда на Господа, я смотрю в небеса, Господь, в ты взвешивай меня, и если моя рана сегодня меня так мучает, потому что, ну, наша цель достигнуть небес, быть в присутствии Божьем, и сегодня есть масса причин, по которым мы не можем этого сделать, и вот Бог говорит, воззовите ко мне, не просто помолитесь, не просто скажите, не просто призовите служителей, а просто воззовите ко мне, я услышу вас, я покажу вам великое и недоступное, чего вы не знаете, братья и сестры, чего мы не знаем, нам так кажется, все уже постигнуто, и Библия прочитана, и молитв сколько сказано, и собрание сколько посещено, я все знаю, и при этом рана твоя остается неисцельной, и я хотел бы призвать вас сейчас, братья и сестры, к молитве, к святому и праведному Богу, чтобы эти раны, с которыми мы приходили, я убежден, что есть эти люди здесь, на этом месте, которым нужен Господь, аллилуйя, которым нужна эта живая вера, которым нужно встать спящему, воскреснуть из мертвых, и быть освященным через Господа, аллилуйя, Иисуса Христа, давайте встаем для молитв,